Полезное прошлое или спортивное будущее? В новинках старые сарай стали камнем преткновения между жителями и местными властями. На месте сараев администрация решила построить новую детскую спортивную площадку. Но хозяева сараев выступили резко против. Демнистрация так сказала, давайте освобождать сарай, будем ломать. А что хотят тут строить, мы не знаем. Глава администрации такого распоряжения продали землю и все. Три тысячи за сарай предлагают. Это что за деньги? На три тысячи ты даже куп леса не купишь, чтобы построить сарай. Планируют построить здесь каток, у нас уже есть один каток возле дороги, но там планируют его снести, перенести сюда и там поставят платную парковку. У нас было три козы, 20 куриц, 10 бролеров, 20 несушек, 10 бролеров. А вот сейчас всем башки подщипаем, потому что вот такая х** приходит. Вон, смотри, яички свеженькие. Вот, пап, ну-ка, давай кишка. Вот шесть куриц осталось. Вот оно, шесть куриц осталось. Вот оно. Мы яйца продавали, молоко продавали. Машку продавали немножко. То есть на хлебах все равно есть. А сейчас даже буханки хлеба не будет. У меня вот, например, вилла, лопата, тележка, там в огороде, там чего, ведь надо, принадлежишься по тому солености, припасы на зиму. В погребе, значит, была картошка, морковь хоронили. Кирпичом выложили по кругу. Кирпичом выложили все это. Сарай многие уже не пользуются. Крыши были провалены. Трава была вокруг сараев. Ну, то есть рассадник, так сказать, для мусора и для действий граждан не совсем хороших. Вот, то есть это распитие спиртных напитков и так далее. Данную площадку мы сейчас будем использовать как детскую, либо спортивные сооружения. Встаю и в окно смотрю и плачу, потому что жалко сарай.